Век современных технологий, когда уже даже пользоваться всеми государственными услугами можно не выходя из дома, у пожилых людей появляется большая потребность в обучении и работе в интернете. Дабы удовлетворить желания пенсионеров, сотрудники многофункционального центра ввели в своих отделениях специальные рабочие места, где при помощи специалистов люди могут воспользоваться сайтом госуслуг. В Видновском отделении такие места успешно функционируют, в других поселениях их пока нет. Если такая потребность будет, то к нам пришлют сотрудника и администрация окажет содействие, я думаю, в предоставлении помещения и рабочего места. Но только созданием рабочих мест сотрудники МФЦ не ограничились. Они решили запустить обучающий курс по работе с порталом госуслуг, чтобы пенсионеры, у которых дома есть компьютер, могли самостоятельно пользоваться сайтом. Первое занятие было пробным. Основные семинары начнутся в августе и будут проходить два раза в месяц. Первый раз может быть какое-то отторжение, либо непонимание, потому что более привычно, конечно, в бумажном виде. Ну, как и для всех. Пришел, поговорить еще, да, и ушел, и получил услугу. Здесь же как-то непривычно. Но я думаю, что даже уверен, что на второй, на третий раз они осознают преимущество вот такого вида предоставления услуги именно в электронном виде. Тематика семинаров будет направлена на обучение по работе с услугами социального блока, что очень актуально для пенсионеров. К примеру, пробное занятие было посвящено заполнению заявки на предоставление субсидии. Разъясняется качественно, семинар хороший. Но для этого, конечно, надо, чтобы люди как бы компьютером пользовались, потому что для этого надо знать компьютер, чтобы понять. Я хочу очень научиться этому. У меня просто не всегда времени хватает. Вообще это нужно. Я чувствую, это нужно. Без этого никак. При желании семинары могут посещать все, не только пенсионеры. Информацию о дате и времени следующего урока можно узнать в газете «Видновские вести», а также на сайтах МФЦ и администрации Ленинского района. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.